Всем привет! В эфире Хитрик и сейчас поговорим о спорте. В студии Артемий Котков. Погнали! Начнем сегодня с хоккея. Нижегородская торпеда продолжает хандрить. Команда Немировский показывает невнятную игру в очередной домашней серии. После выезда на Дальний Восток нижегородцы встречались с Минским Динамо. Торпеда встречает Минская Динамо после отдыха с выездной серии. В свою очередь гости завершают выездную серию. Первый период обе команды играют ровно. Атаки происходят и в ту, и в другую сторону. И все же под конец отрезка торпеда находит свой шанс и выходит вперед. Кенни Агастина завивает свою очередную шайбу за нижегородцев. Но вот во втором периоде с защитой торпеда испытывают проблемы. Минчане включают скорость и показывают лучшее движение. За счет чего и забивают четыре шайбы. Хоккеисты Немировски смогли отличиться лишь однажды. Даниэль Зар записал себе в актив еще одну шайбу. В третьем периоде ближе к голу было все же торпеда. Много моментов. Даже смогли забить, но судья отменил взятие ворот. И все же, за три секунды до конца Тайдер Леонстрим сокращает отставание до одной шайбы. Но оставшегося времени не хватило, чтобы перевести игру в овертайм. Торпеда уступает 3-4. Проваленный второй период, собственно, и решил исход этой встречи. Тут еще и совпало, что на трибунах не было болельщиков. И они этого не увидели. Разве что по трансляции. Вновь мы сталкиваемся с очередными ограничениями. Теперь на матче в КРК Нагорной, да и на стадион Нижний Новгород, допускаются только 500 зрителей. И то по предъявлению КРК до вакцинации. Это, конечно, дело хорошее. Только опять сталкиваемся с наболевшей проблемой. Болельщиков пускают, но по абонементам и с КРК. А если его нет, то и с абонементом не пройти. А если есть КРК и нет абонемента, то тоже никак. Много вопросов возникает, особенно в сравнении с летними событиями, куда пускали всех и без всяких ограничений. Возвращаемся к торпеда. Во втором матче нижегородцы встречались с Северсталью. Нижегородская торпеда проводит очередную домашнюю игру. В гости к хоккеистам Немировски приехала Северсталь. Вспоминая свою прошлую игру и прошлую неудачу, торпеда со старта бросается в атаку. Плодов это не приносит. Только два удаления за подножку у ворот череповчан. Гости тоже не сидят в обороне и доставляют немало хлопот Петру Кочеткову. Но первый период так и заканчивается. Без забитых голов. Второй же начинается в том же духе. Обе команды опасно атакуют, но с реализацией не ладится. Только в середине отрезка Артур Тинулин забивает красивый по исполнению гол и выводит в торпеда вперед. Недолго радовались болельщики, все же допущенные на трибуны. Северсталь дважды огорчает Кочеткова. Сначала нижегородские защитники оставляют одного Моисеева и он закатывает шайбу в угол ворот. А через три минуты Хвидик дарит шайбу Северстали и тот же Моисеев оформляет дубы. На старте третьего периода Иван Чехович после серии передач сравнивает счет в матче 2-2. Но дальше забитые шайбы зрители Нагорного видят только в серии булитов. На послематчевых бросках Северсталь выходит вперед, точно реализует Вовченко. Лендстрим сравнивает счет и на последнем булите Владислав Кадола все же пробивает Кочеткова, хотя поначалу показалось, что голкипер Торпеда справился с броском. Нижегородцы уступают 2-3 и набирают лишь очко в матче с прямым конкурентом. И опять повторение пройденного проблемы в защите, да и в реализации. Что сейчас происходит внутри команды говорить очень сложно. И наверное на это не сможет ответить даже главный тренер. Гостевой выезд мог встряхнуть Торпеда. Тем более должок перед Витязем за домашнее поражение в матче открытия у нижегородцев оставался. Нижегородская Торпеда после двух поражений на домашнем льду от Минского Динамо Череповецкой Северстали отправилась на выездной матч к Витязю, который не дал хоккеистам Дэвида Немировски красиво начать сезон. В матче открытия Витязь победил. Но с той игры прошло много времени и сейчас уже другие расклады. Нижегородцы активно начинают первый период, делая больший упор на игру в зоне хозяев льда. Это правда и позволяло Витязю убегать в опасной контратаке, но Тихомиров был на месте и подчищал за ошибками своих защитников. Во втором периоде сценарий игры не меняется. И тут опять возникает старая проблема Торпеда – реализация. Еще в втором периоде хоккеисты Немировски могли снимать все вопросы о победителе, но шайба отказывалась залетать в ворота. А вот Витязь наоборот. Открывает счет за пять минут до конца отрезка. Марин закрыл обзор Тихомирову и шайба беспрепятственно залетает в ворота Торпеда. На такой гол у нижегородцев нашелся свой ответ. Дамир Жафяров смог переиграть защитника Витязя и выдал отличную передачу на Агастина. Ему лишь оставалось подставить клюшку и 1-1. В третьем периоде Торпеда только набирает обороты и большую часть времени сидит в осаде ворот Витязей. Это и приносит результат. Сначала Марин исправляется за свою ошибку, приведшую голу, и выдает передачу на ее Федотова, который выводит нижегородцев вперед. А следом за ним Иван Чехович забивает красивый гол в девятку. 3-1. Торпеда сохраняет счет и одерживает победу. Ну, победа. Ну а теперь отключемся от Торпеда и поговорим о баскетболе. Нижний Новгород одержал первую победу в сезоне. Сделал он это на домашнем паркете в матче против Астаны. Воскресный матч дарит зрителям КРК Нагорной те самые эмоции, которые они так долго ждали. Баскетбольный клуб Нижний Новгород не без нервов в концовке, но смог одержать первую победу в новом сезоне. На паркет КРК Нагорного приехали баскетболисты Астаны, которые смогли в прошлом матче обыграть питерский «Зенит». Но и Нижний не собирается просто так сдаваться. Даже после рывка казахстанской команды в первой четверти. За всех свое слово говорит Антон Астапкович, который в начальном отрезке, можно сказать, солирует на паркете. Правда, во второй мурсултанцы вновь пытаются убежать в отрыв, в свою очередь НН за счет точных трехочковых от Фрейманиса не отпускает казахов и держит равный счет 42-42 после первой половины. Третий четверть начинается в том же духе, а к середине Иван Требков кладет три трехочковых и Нижний уже ведет 64-55 перед заключительной четвертью. Последние 10 минут игры складываются нервно. Астана делает рывок 12-0. Нижегородцы отвечают трехой Фрейманиса, тремя штрафными от него же и точным попаданием от Кулагина. Разрыв плюс три. Нижний Новгород сохраняет и одерживает победу. 76-73. Смотрите интервью с Александрой Могучей, легкоатлеткой, обладательницей серебряной медали Паралимпиады в Токио. Первые мысли после выступления у меня были такие какие-то расстроенные чувства и как любому спортсмену всегда хочется золота. Но потом я переосмыслила, осознала, анализировала много и долго, что произошло и как. И поняла, что в принципе выложилось на 100%. И конечно я безумно счастлива, что у меня есть наконец-то моя первая награда за столько лет и за столько паралимпийских циклов. Но это сейчас самая дорогая твоя награда? Да, это однозначно самая дорогая. О которой я мечтала, во-первых, очень давно. Еще с 14 лет, когда я попала только в Афину. И продолжала, продолжала, конечно же, и желала ее. И уже многие даже друзья, родственники говорили, да все уж, Саша, ну прекращай. И так многого достигли. И чемпионка Европы, и медаль чемпионатов мира, и вообще столько наград. И я всем говорила, нет, нет, нет. Вы что, у меня же нет самой главной. Конечно, это счастье. Была такая задача, что очень хотела все-таки паралимпийскую медаль. Потому что это один из самых главных и, мне кажется, таких жизненно важных стартов для спортсмена. Это верхушка карьеры. Я сменила тренера первое, и тренер разглядел во мне прыгуна. Вообще, у нас есть такой этап подготовки весной, когда мы занимаемся на песках, прыгаем много, выполняем много прыжков, работаем. Это тоже часть для бега, часть тренировок для бега. И тренер разглядел, говорит, ты так хорошо прыгаешь, почему ты не пробовала себя в прыжках в длину? В беге уже столько, почти 20 лет я тогда бегала. И по факту не получалось. Не получалось. Всегда была пятая, вот максимум, это пятая на Олимпиаде. И мы решили попробовать. Получилось так, что в первый год уже была награда. Тренер раскрыл мой потенциал, получается. Для каких-то спортсменов хорошо, кто травмирован, у них была возможность установиться. А для тех, кто был хорошо готов, это все-таки было немножко тяжело. Еще год потерпеть и снова выходить на пик формы. Для меня было немножко сложно, потому что в 2020 году зимой я была более подготовленная, чем вот зимой 2021. По сути, я показала сейчас результат на Паралимпиаде тот, который я зимой в 2020 году. А зимой, как правило, прыгаешь хуже, чем на открытом воздухе. То есть в 2020 форма была лучше, я думаю. Почему зимой прыгается хуже? Потому что в закрытых помещениях немножко, скажем так, давящая какая-то атмосфера. Летом все равно более свободно, есть ветерочек, ветер тоже играет роль. И летом разбег более длинный. Так всегда, да. По поводу атмосферы там, в Токио, насколько не хватало, наверное, поддержки своих. То есть не слышно было своих голосов, которые русской речи, можно так сказать. Вы знаете, вот лично мне все хватило. Насколько японцы выдали нам вот эти вот эмоции свои, насколько они нас поддержали, создавали какую-то дружелюбную атмосферу, вплоть до того, что мы садились в олимпийской деревне на автобусы. Они нас поддерживали, махали, желали удачи. Приезжали на стадион, они нас встречали, поддерживали, желали удачи. Потом нас заводили в колл-румы, в накопители уже перед стартом. Они там поддерживали, хлопали, помогали приклеить номера. И вот уже на выходе на стадион они все равно поддерживали, подбадривали, хлопали и говорили good luck, good luck. То есть это тоже очень сильно подстегивает и помогает. Ты чувствуешь себя не одиноким, а наоборот с поддержкой. И на трибунах все-таки были мои соратники по команде, они тоже очень поддерживали. И, конечно, главное видеть тренера и себя. У меня была очень, скажем, мощная поддержка. Во-первых, у меня еще есть своя фитнес-студия, и это частичка, так скажем так, ответвления моей жизни. И мои фитнес-коллеги, фитнес-друзья, клиенты, они очень сильно поддерживали, записывали мне видео, обращения, голосовые сообщения. Вся семья болела. Родители вообще мои главные болельщики, брат. Брат тоже спортсмен, и поэтому они тоже давали очень хорошую поддержку, несмотря на то, что расстояние, это очень чувствовалось. И Токио подарило вообще какие-то невероятные эмоции. Я не скажу, что там не хватало чего-то. Конечно, все встречались с радостью. Вот буквально позавчера я устроила вечеринку в честь медали. Я решила, что нужно отпраздновать это событие. Вообще, это одно из самых ярких событий в моей жизни, поэтому я решила, что нужно собрать всех близких и друзей. Я не была дома год, практически год. Не видела никого и собрала всех родственников и друзей. Мы так хорошо и замечательно провели этот вечер как праздник. И все, конечно, счастливы, довольны. Все болели, смотрели. И цветы, и подарки. В общем, я ощутила себя, как, не знаю, какой-то звездой. Тоже тяжело быть вдали от родных и близких. И, конечно, хочется почаще быть вместе. Но раз уж я поставила такую задачу, что вот хотелось попасть в Токио, то мы это дружно вытерпели. Медаль медалью – это часть карьеры, скажем так, все равно я понимаю, что важнее семья. И вот даже этот период 9-месячный, когда у меня не было дома, я поняла, что все-таки семья настолько важна, когда все близкие рядом и хочется детей уже, потому что не 20 лет. Поэтому, да, приоритет сейчас немножко смещается. А там посмотрим. У меня здесь был такой, скажем, грустный период в Нижнем Новгороде. Я практически 10 лет тренировалась здесь в Нижнем с тренерами и ушла от них. После этого меня в Нижнем никуда не смогли взять. Сделали так, чтобы я никуда не попала. И поэтому меня позвали в Москву, я просто переехала, не жалея. Там мне предоставили жилье в общежитии, была зарплата лучше, чем здесь. Поэтому я, не жалея ни о чем, уехала туда. И вот как-то так сложилось, что там потом постепенно и тренер нашелся. И да, да, жила я здесь, тренировалась здесь. Но вот перед важными станциями я уезжала в Москву и была там с тренером. Но ближе, конечно, Нижний. Я здесь живу, я очень люблю этот город. И мне тяжело ездить в Москву, и я это вот с трудом переношу, потому что я такой домашний человек. Но, конечно, всем я говорю, что выступаю за Москву, но пишу, что я из Нижнего Новгорода родилась вообще в Северодвинске. Но то, что обо мне помнят в Северодвинске, это, конечно, заслуга папы. Папа был человеком города, скажем так, знаменитым хоккеистом, капитаном команды. И поэтому многие журналисты помнят его и следят за моими успехами. И очень часто пишут об этом, что я уроженка Северодвинска, и это очень приятно. Конечно, хочется, чтобы были хотя бы даже родственники семьи. Потому что в Рио со мной собиралась мама поехать. И зная, что на трибунах сидит твоя мама или твой муж, родители, самые близкие люди, это мотивирует еще больше. Поэтому, конечно же, в глубине души мечтали, чтобы пустили зрителей. Хотя бы своих. Да, хотелось бы хотя бы своих видеть. Потому что, когда твои близкие на трибунах, это как-то еще больше раззадоривает, что ли. И у тебя какая-то ответственность дополнительная получается. И ты еще больше энергии и сил будешь вкладывать в свое выступление. Мои друзья по команде, спортсмены тоже удивляются. Они всегда меня подкалывают, что у меня за спиной моторчик. И как я вообще все это успеваю? Ну, есть помощники. Во-первых, многое я делегировала. Я расставила приоритеты. И вот в 2020 году уже дала всем своим фитнес-коллегам, друзьям понять, что я сейчас готовлюсь к Токио, поэтому у меня будет меньше в фитнесе. И у меня появились помощники. И все достаточно хорошо и слаженно работало. А после Рио, вот как раз, когда нас отстранили, у меня приоритет ушел в сторону работы. Я не знала, насколько долго мы не будем выступать, нужно куда-то двигаться дальше, что-то делать. И мне очень близка тема фитнеса, так как я все время в движении. И ушла полностью с головой фитнес, открыла свою студию, потихонечку развивалась, работала там, меньше тренировалась, потому что не было какой-то мотивации. Поэтому вот как-то так сложилось, что сейчас эти два направления наложились друг на друга. Ну, только благодаря помощникам я справляюсь. А так все равно есть интерес, есть какое-то вдохновение. Мне хочется делать людей здоровыми, поэтому я обучаюсь, обучаюсь реабилитации, восстановительным каким-то техникам и помогаю людям в этом. Мне это нравится и близко. Потому что спорт спортом, я понимаю, что он когда-то закончится. Хочется развиваться и дальше. Я люблю спорт, и особенно прыжки в длину я полюбила. Я понимаю, что я только-только реализовываюсь сейчас в этом. Но приоритете семья, и как будет через три года, посмотрим. Если все сложится так, что будут все условия для подготовки, поддержит меня моя семья, то, наверное, да. Если нет, то я, наверное, не расстроюсь так сильно, если бы мы не поехали в Рио в 2016 году, или если бы я сейчас не поехала в Токио. И по большей части все равно, помимо поражения опорно-двигательного аппарата, у таких людей еще есть, скажем так, психологический барьер. Некоторые не могут выйти на улицу, некоторые не могут найти работу. Поэтому я думаю, что это тоже играет роль, когда люди начинают ездить по миру, начинают завоевывать места, реализовываются. И это более положительно сказывается на их здоровье в том числе. Потому что здоровье – это же не только физические упражнения, это еще и психическая часть, да, и наши эмоции, и мысли. И я думаю, что для всех ребят это все-таки больше положительная какая-то вот плюсик. Потому что наши тренеры, которые с нами работают, они понимают, с кем они работают. И они всегда делают скидки на то, что либо человек в коляске, либо человек без руки, либо имеет заболевание детский церебральный паралич. Все это учитывается в тренировках. И сказать, что нас там убивают, ну, навряд ли это скажешь. Да, это, конечно, где-то приходится терпеть, где-то там поумираешь, поваляешься в кустах. Но и сидеть 8 часов в офисе – это тоже негативно сказывается на опорно-двигательном парале. Поэтому я думаю, что больше, наверное, негативных моментов мало, больше положительное. Плюс еще у людей есть возможность развиваться и показывать себя, и в том числе и обеспечивать себя, свою семью благодаря спорту. Что для меня спорт? Ну, вот я недавно тоже думала об этом и поняла, что для меня это целая жизнь получается. Вот всю... Я пришла в спорт 8 лет, и еще не было такого момента, что я вот пожалела. Ни разу не пожалела. Я получила много новых друзей, знакомств. Я научилась говорить по-английски. Я свободно владею, общаюсь с людьми из разных стран, узнаю какие-то культуры и вообще интересы людей со всего мира. Проехала практически всю Европу. Я получаю какой-то заряд, энергию от того, что я занимаюсь спортом. Хоть и это тяжело, это труд, это не просто хобби, это действительно тяжелые усилия и труд, но это все покрывается теми эмоциями, которые нам дарят наше выступление и даже просто участие. Я думаю, что даже участники паралимпийских игр, которые не стали призерами, и я в том числе была три паралимпиады подряд просто участником, я все равно была счастлива от того, что я являюсь частью спортивного мира. Мне кажется, вот я в другом себя и не вижу. Для меня вот это яркие моменты жизни, друзья, знакомства, возможность развиваться и реализовывать свой потенциал. Спорт – это все-таки спорт – это быстрее, выше, сильнее. А вот если заниматься физической культурой, да, ведь нужно всем, потому что наше тело создано для того, чтобы мы двигались, а не сидели и просиживали 8-10 часов в офисах. И когда твое тело подвижное, у тебя и настроение прекрасное, ничего не болит, и мысли совершенно другие, и мировоззрение, и отношение к миру, потому что все больше замечаю, что сейчас люди в стрессе, все куда-то бегут, им некогда. И после того, как люди позанимаются, у них уходит вот этот стресс, уходит усталость, и появляется энергия и заряд. И потому что в нашем теле все двигается, да, если улучшается кровообращение, то и настроение улучшается. Поэтому я считаю, что всем людям нужно двигаться, хотя бы заниматься обычной физической культурой, делать зарядки для того, чтобы жить, жить в удовольствии, в кайф, с хорошим настроением, и чтобы была энергия. Потому что энергия вырабатывается только от движения. Ни разу еще не была на пьедестале почета, и вот сейчас, спустя долгие годы, долгих 9 лет, она стала серебряным призером паралимпийских игр. Полную версию интервью можно будет посмотреть у меня в инстаграме. Вот здесь где-нибудь будет ссылка. А пока перейдем к праздничным темам. В этот понедельник отметил свой юбилей один из главных спортивных управленцев в греко-римской борьбе Нижегородской области Алексей Голубин. Сюжет о нем подготовил Денис Каримов. Сегодня Алексей Александрович депутат, вице-президент Федерации спортивной борьбы Нижегородской области и спортивного клуба «Медведь». Муж и отец троих детей. А первые шаги делал на стадионе водник, где и зародилась любовь к греко-римской борьбе. Уже в 17 лет он выполнил норматив мастера спорта, а впереди его ждало множество побед. Алексей Александрович Голубин – это спортсмен с большой буквы. Это чемпион. Это вдохновитель различных спортивных мероприятий. Это бессменный капитан спортивной дружины нашего совета депутатов. Это организатор и идейный вдохновитель межмуниципальных турниров, которые стали в настоящее время у нас доброй и хорошей традицией. Это пример для сотен ребятишек, которые вдохновляют его достижениям, его отношениям к спорту и двигаться дальше, к своей мечте, к своей победе. Сейчас полка с трофеями ломится от их веса, при этом кубков, дипломов и наград становится только больше. До сих пор Алексей Голубин участвует в турнирах и одерживает победы, как, например, на недавних всероссийских летних спортивных играх, где он занял первое место в соревнованиях по греко-римской борьбе в категории до 88 килограмм. Хотелось бы отметить твои волевые качества и целеустремленность, потому что очень много примеров, их можно перечислять, то, что ты не сдаешься и не останавливаешься, все равно идешь до конца. Если курс выбран, то неважно, что на тебя влияет, какие обстоятельства идут, ты все равно двигаешься вперед и не останавливаешься. И это очень много примеров и чемпионат мира, и в бизнесе, и в общении с друзьями, и для достижения общих целей. Поэтому так же вперед не сдаваться. Но сейчас чаще Алексей Голубин является организатором, чем участником. Одним из самых известных турниров, проходящих под его руководством, является ежегодный Кубок памяти Героя России Дмитрия Житкова, который собирает борцов не только со всей России, но и из других стран. И с недавнего времени там кроме взрослых спортсменов выступают еще и юные. Природа его наградила данными русского богатыря, но своими качествами это трудолюбие, активные жизненные позиции, усидчивость, усердие, воля к победе. С этими качествами эти качества он выработал сам себе и достиг с этими качествами очень больших высот. Он чемпион мира и Америки по греко-римской борьбе среди ветеранов. Недавно выиграл первенство России. Его трудно назвать ветераном. Он рушит все стереотипы. Разумеется, в юбилей теплые слова в адрес Алексея идут со всех куэлков страны и Нижегородской области. Долгие годы в спорте помогли приобрести верных соратников и отличных друзей. Человек очень активен. Он отдает те качества, которые у него есть, он отдает молодежи. Воспитывает их. И это молодежь, это молодежь. Глядя на него, становятся увереннее в себе. Они выйдут из любой сложной ситуации с гордой, потнятой головой. Телекомпания ННТВ тоже присоединяется к поздравлениям. Желаем юбиляру спортивного долголетия, семейного уюта и только успехов во всех начинаниях. 50 лет для тебя так же, как и 21. Поэтому хочу тебя поздравить с твоим юбилеем. Здоровья тебе, счастья. Я тебя всегда поддерживаю, поддержу. Чтобы у тебя все было хорошо, счастья и удачи. Алексей Александрович, в этот день от всей души желаю тебе здоровья, успехов и в профессиональной карьере, как спортсмен, и в деле дальнейшей организационной подготовки нашего подрастающего поколения на базе всего нашего Уборского округа. От всей души здоровья и дальнейших успехов. Я пожелаю Алексею, чтобы продолжал он в том же духе, в том же темпе здоровья ему, домашнего, теплого, уютного очага. На этом у меня все. Не переключаемся. Впереди нас ждет матч Нижегородского Торпеда и Амура. На выходных планируется также много матчей, поэтому увидимся через неделю. С вами был Артемий Котков. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»